Всем здрасте! У нас опять разговор про еженедельный, про архитектуру и язык Assembly RISC-5. Я рад, что постоянные наши слушатели все еще постоянные. Это внушает некоторую надежду. И сегодня у нас такое отступление, которое, кажется, два года назад попало на всякие гендерные праздники, поэтому вышло в полном оффлайне, в отсутствие даже трансляции. А в этом году оно не попало туда, и поэтому я из этого делаю целую лекцию. Про, собственно, ассемблер, про язык ассемблера, не про архитектуру. Я уже говорил где-то в начале семестра, что основная моя идея при разработке этого курса и при планировании большого курса архитектуры и язык ассемблера, архитектуры и язык ассемблера, была в том, что ассемблер не является самоцелью. Нет задачи у современного айтишника научиться программировать профессионально на ассемблере. Возможно, есть, но таких людей промилле, даже не проценты, у которых такая задача стоит. Ассемблер всегда был инструментом, иллюстрирующим как собственную архитектуру, так и какие-то ситуации жизненные, в которые вы попадаете, когда вам под конкретную архитектуру приходится низкого уровня программировать. Тем не менее, какую-то часть разговора про ассемблер откладывать на потом нельзя, потому что наши задачи, с которыми мы работаем, становятся все более многописными. То есть, когда вы пишете языки ассемблера, это вам не домашка по питону, которая там 40 строк, это очень-очень-очень много, приходится, но преподаватель говорит, у меня 17 строк, что же вы так раскатали? В общем, любая приличная домашка на ассемблере может занимать и 100 строк кода, в общем, прилично. Поэтому было бы неплохо нам с вами поговорить о том, какие инструменты в программировании помогают программировать на языке ассемблера, и насколько эти инструменты развиты в RARS. Спойлер, плохо развиты. Значит, чтобы сразу... Да, к сожалению, кажется, с нами сегодня не будет нашего постоянного слушателя-сокращенца, буду справляться без него, он в отъезде. Значит, чтобы сразу вспомнить, в чем разница между ассемблером и языком ассемблером, ассемблер – это программа такая, которая что-то транслирует. То бишь, собственно, ассемблирует, собирает в кучку. Как я понимаю, понятие ассемблер, именно как собиратор, от слова ассембл, связано с тем, что когда-то люди программировали в кодах прямо в памяти, потом, значит, они захотели транслировать эти коды из какого-то содержательного представления, более удобного для человека, и заодно навести какую-то дисциплину про раскладывание вот этих исходных текстов для будущих машинных кодов в разные файлы, разные места, в разные библиотеки и так далее. А ассемблер, соответственно, их должен был собрать въедино. Поэтому он ассемблер, потому что не только транслятор. Главное свойство отличия ассемблера от других компиляторов – это то, что он, как это, капитан очевидность спешит на помощь, главное отличие ассемблера от других компиляторов – что он транслирует язык ассемблера. А язык ассемблера – это очень-очень специфическая штука. Это низкоуровневый язык программирования. И, собственно, это и есть единственный по-настоящему низкоуровневый язык программирования, в котором не просто вычислительная модель исполнителя аппаратного как-то абстрагирована, а наоборот, он и есть, собственно, набор удобных для человека инструкций вокруг в точности такой вычислительной модели, каковой обладает конкретный исполнитель, конкретное железо, с которым вы работаете. Вообще определение низкоуровневого языка программирования упирается ровно в это. У вас есть конкретный исполнитель, например, какая-то платформа, например, JARS, или операционная система под какую-то архитектуру. И есть язык программирования, внутри которого модель вычислений может быть вообще не такая, как на вашей архитектуре, а может быть не просто в точности такая, а именно такая. То есть две программы, написанные на языке ассемблера, могут быть по-разному интерпретированы или даже не заработать, в зависимости от того, или программа на языке ассемблера может даже не заработать, в зависимости от того, в какую конкретную среду, под каким конкретным физическим исполнителем вы собираете ее транслировать. И наоборот, программа на языке высокого уровня, не знаю, на каком-нибудь питончике, да даже на компилируемом языке, на джава, да даже на компилируемом языке, который порождает в результате не байт-код, как джава, а настоящий бинарный файл под вашу операционную систему, например, Pascal. Так вот, программа, написанная на Pascal, будет работать вне зависимости от того, под какой конкретный исполнитель в результате генерится бинарный код. Очень хороший в этом смысле пример отличия C от Pascal. С точки зрения, так сказать, синтаксических способностей, C и Pascal примерно одинаковы. Да, вот структуры, записи, циклы, переменные, все это, размер даже переменных, все это в C в Pascal примерно одинаково. Однако C считается низкооруженным языком, потому что прямо в его синтаксис C входит воспроизведение той вычислительной модели, которую нам предоставляет конкретный физический исполнитель. У нас есть понятие регистровый, переменная, которая будет размещена на регистрах вашего процессора. У нас есть понятие адрес переменной. И это действительно такой вот адрес, который физически совпадает с той моделью памяти, той моделью памяти, которая принята в среде, внутри которой вы выполняете. Программа, носить скомпилированное в другой модели памяти, может работать совершенно по-другому, потому что у вас какая-то ошибка с адресацией. И даже если она работает так же, при просмотре того, что является указателем в C, вы увидите, что это что-то совсем другое. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Все это делает язык C очень низкоуровневым, но недостаточно не таким низкоуровневым, как ассемблер, потому что, конечно, часть вещей, которые при программировании на ассемблере жестоко задалбливают, это в первую очередь соблюдение всевозможных конвенций и АБИ по передаче переменных, по параметрам функций. Их там очень много, и их надо соблюдать. Это работа с фреймами, о которых мы будем говорить на следующей лекции. В общем, какие-то такие вещи, которые программирование на ассемблере вам приводится либо изобретать какие-то страшные-страшные макросы, которые будут делать это все за вас, либо писать вручную. Вот это все в языке программирования C убрано. Это часть АБИ и соглашений между пользователем конкретной архитектуры и программистом на СИ. Эта часть между железкой и пользователем программистом на СИ, она как раз чуть-чуть более высокая. А вот в Паскале ничего подобного нет. Понятие, допустим, указатель в Паскале абстрактное, не зависит от понятия адреса вообще. Допустим, вещественные числа в Паскале заданы конкретным стандартом и вообще не зависит от того, как именно устроен вещественный процессор на вашем машине, вплоть до того, что его может не быть, а программа на Паскале должна уметь вычислять вещественные числа. Кстати сказать, претензии к некоторым версиям Паскаля состоят в том, что никто этот стандарт не соблюдает высокоуровневый, а вычисляют вещественные числа прямо на процессоре, и поэтому на разных процессорах получаются разные результаты. Ну вот, это было вступление. Сейчас еще будет немножко бла-бла. Что, возвращаясь к понятию ассемблер от слова assemble собирать, вообще говоря, когда вы собираете бинарник, запускаемый в какой-то операционной системе, у этого бинарника очень сложная структура. Вы это должны были проходить в курсе по осям. Вот. Выглядит это буквально страшноватенько. Вот. Сейчас я попробую показать хоть что-нибудь. Нет? Минус х, что ли? Да? Х. Во! Смотрите. Вот это. Нет, сейчас. Я хочу... О! Минус а маленький. Вот. Видел. Вот. Вот это... Давайте я сделаю поширше, что ли, а то он как-то не влезает. Это информация о бинарнике, каком-то бин-лс, который лежит у нас в системном каталоге, ну, в слэш-бин. Вот. О структуре этого самого бинарника, который имеет формат ELF, executable link format. Вот. И тут выясняется, что внутри этого самого программы, которая запускается, помимо кода, который выполняется, есть куча-куча-куча всякой дополнительной информации. Видите, сколько всего там содержится. Вот. Есть секции 20 штук. Мы с вами знаем две штуки секции. Дата и текст. Тут их 20. Вот. Мы, кстати, про некоторые из них сегодня очень-очень скользко поговорим. Вот. Ну и так далее. То есть в действительности бинарник, который загружается в ваша операционная система, это довольно сложные структуры файл. И операционная система его партит. Ну, специальный загрузчик. Раскидывает разные секции в разные места памяти. Занимается динамической компоновкой, когда у вас программа собрана с какой-то функцией из какой-то библиотеки. А эту библиотеку сначала надо в память загрузить и найти ее адрес, этот адрес прописать. Вот. И так далее. Ничего такого в RARSE нету, разумеется. Вот. Мы сегодня говорим про RARSE. Вот. Потому что у нас RARSE это голое железо, никакой операционной системы. Однако RARSE умеет собирать программы из нескольких файлов. Что при этом можно делать? Можно использовать директиву INCLUDE. INCLUDE это как фишный INCLUDE. Вы просто пишете из одного файла INCLUDE и результатом будет просто конкатенация. На место директива INCLUDE вставится содержимое того файла, который вы заинклюзили. Таким образом, можно писать какие-то удобные для себя макросы, откладывать их в файл, и каждый раз с этим файлом ходить. А когда вы будете сдавать домашние задания, просто выполнять этот INCLUDE вручную. После того, как вы убедились, что все работает, убираете директиву INCLUDE, копипастите туда содержимое файла, и полученный большой файл сдается. Вот. Чаще всего именно INCLUDE это все-таки макросы. И тут возникает проблема, про которую мы уже вспоминали, что в RARSE нет локальных меток. Если вы заинклюзите какой-то файл, который вы написали давно, в нем могут оказаться какие-то метки, просто метки тупо, по существованию которых вы не помните. И у вас будут просто синтаксические ошибки, двойное определение меток и так далее. Да, вот. Другой вариант. Это когда вы берете несколько отдельных файлов и компилируете их как бы вместе в один бинарник. Тут тот самый язык C, о котором я вспоминал только что, он наследует как раз идею ассемблера, который стоит в том, что таким образом вы можете организовать пространство имен. Да, если вы компилируете программу тем же RARSE, состоящим из нескольких файлов, то метки внутри каждого из файлов видны только внутри каждого из этих файлов. Для того, чтобы объявить какую-то конкретную метку, видимой из всех файлов, с которыми вы компилируетесь, надо ее отдельно указать в директиве GLOBAL. Обратите внимание, не GLOBAL, а GLOBAL. GLOBAL LABEL. Люди так часто ошибались в этой метке, что когда в какой-то момент эти самые авторы RARSE сдались и ввели, GLOBAL теперь тоже можно писать. Но на самом деле GLOBAL. Что при этом произойдет? При этом создастся такая на момент компиляции, на момент запуска транслятора, глобальная таблица, таблица глобальных имен, и эти имена будут доступны в каждом из файлов, из которых мы что-то собираем. Другой вариант пользоваться таким, так называемым, общей областью программы или областью внешних переменных. Она, кстати, есть у нас, когда мы говорим про модель памяти, она, кажется, есть вот в этой разноцветной картинке. Сейчас я гляну на всякий случай. Вот она же здесь была. Красивая картинка. Да. Вот она. External Base Address. Считается, что немножко, буквально 8000 шансеричных ячеек с начала секции Data можно отрядить на так называемой внешней области, общей областью памяти, в которой будут переменные и все лежат. Итак, в которой что-то будет лежать. Вы можете определить, задать вот это имя, как занимающее столько-то места в байтах. Оно автоматически компилятором выделится, начиная с адреса 1400, то есть с адреса вот этой области extern, и автоматически же объявится глобальным. В чем отличие от Global? В том, что вам в этом случае вы не задаете ее содержимое. Вы говорите, просто вот там будет у нас имя такое-то все. Вот. Еще одна тема, это если у вас есть несколько файлов, в каком порядке они компилируются. Правильный ответ по-хорошему должно быть неважно, в каком порядке они компилируются. При этом может так случиться, что первым скомпилироваться файл, содержимое которого не является вашей основной программой, там какие-то подпрограммы и все такое. Как тогда сказать компилятору, точнее загрузчику, с какого места начать выполнение? Вот, например, когда мы смотрели формат ELF, там прям было написано, что является, какое имя является точкой входа. В формате ELF, сейчас, если я до него домотаю, тут должно быть где-то точка входа, это функция main, на самом деле. Где-то он был. Собственно, это не важно, хотя давайте все-таки поищем. Так, на всякий случай. Ну, не знаю тогда. Entry point. Не знаю. Соврал. И тем не менее, какая-то стандартная точка входа должна быть. Вот. Непонятно только, где она. Ну, не знаю. Боюсь соврать. Может быть, ставь. Ой, спасибо, спасибо, Jack. Тут пришел Jack Catch и говорит, что нам нужен не main, а start. Похоже на то. main это гораздо позже. Ну, вот он, если вы видите start main, где там слово. Вот. Ну, не важно. Ладно. Значит, к сожалению, разговор про формат ELF у нас точно не укладывается в объем наших лекций, поэтому как это, замнем для ясности. Вот. В случае RARSA все несколько проще. В случае RARSA вы должны просто сказать выставить вот этот крыжик в интерфейсе. Сказать, что при старте программы она должна начинаться с метки main, которая метка main должна еще находиться под директивой global. вот если у вас есть global main, то с этого места начнется программа. Даже если до этого в секции кода там вот это 40, сколько там, не помню. короче, в секции кода были еще какие-то, были еще какие-то эти самые, еще какой-то код тоже был. Вот. Это позволит нам вообще не задумываться о том, в каком порядке файлы сваливать в кучу, делать их include, делать просто их копипастить друг в друга или собирать из нескольких файлов. Это все совершенно без разницы, потому что запуск, если этот крыжик выставлен, запуск будет происходить именно из метки main. Вот. Если вы запускаете RARSA из командной строки, для этого служит ключ SM start main. Вот. Люди, которые писали RARSA, когда они писали еще Mars, эмулятор MIPS, они очень плохо понимали, что такое командная строка. Вот. Но тем не менее, люди, которые пишут другие эмуляторы, как выяснилось, понимают еще хуже. За исключением, разумеется, фабриза нашего Белара. Вот. Поэтому вот никаких минусов, просто SM start main. Если мне не изменяет память, давайте сейчас посмотрим. А, плохо. Сейчас, секунд. Вот отсюда будет виднее. Вот этот скрипт, который я написал вокруг RARSA, который много чего умеет делать. Вот. AE1, SE2, SM, MENC. Эти волшебные заклинания означают не выводить копирайт, вводить все ошибки на вывод ошибок, стартовать с main, вываливаться по ошибкам, если произошла ошибка компиляции, или если произошло исключение, которое не обработано. Кажется так. Но это можно все в хилке, разумеется, почитать. Вот. Ну, вот такой вот я тут скриптет себе. Кстати, это, мне кажется, есть более... Ну-ка. Секунд. Это какой-то старый. Сейчас я добуду новый. Я тут сидел дома его. Вот. Он стал побольше. И у него теперь хилп есть. Ну вот. После того, как мы все это повключаем, мы можем смело собирать из нескольких файлов и так далее. В RARSE есть три разных способа собирать из нескольких файлов. Первый вариант это, собственно, ленивый режим. Вы открываете файлы, и все файлы, которые открыты в GUI, в RARSE, компилируются вместе, начинают и дальше запускаются. Второй вариант это такой режим проекта, когда вы, когда RARSE, когда при нажатии на кнопочки скомпилируют, компилируют все файлы, лежащие в данном каталоге. Просто все. Все ассембленные файлы, лежащие в данном каталоге, сам смотрит и, значит... Вот. Это, кстати, тоже можно сделать руками, если очень хочется. Выглядит это вот так. А ленивый режим выглядит вот так. Ни то, ни другое я пользуюсь, ни тем, ни другим пользоваться на наших курсах я не рекомендую, потому что нет области применения для этого, но имейте в виду. Вот. Ну и, наконец, режим командной строки. Когда вы запускаете RARSE из командной строки и передаете ему все файлы, он их тогда все вместе тоже, значит, собирает просто из всех файлов. Опять же, вообще-то, по идее, в порядке их поступления, но с учетом вот этой таблетки Start Main, да, вы можете писать Main в любом из этих файлов, он с него начнет. Теперь, значит, сегодня будет довольно много бла-бла, потому что не знаю почему. Много бла-бла. А, ну вот сейчас мы это скопипастим даже. Значит, давайте еще раз вспомним, что такой оппозиционно-независимый код. Да, значит, дайте не глядя, скопипастим вот эти пять строчек. вот сохранимых. Сколько там уже? 18? 20. 20. Значит, 21. Вот. Давайте посмотрим на тот код, который сгенерился в результате вот этого, а еще и в результате вот этого. Давайте попробуем. La t1 t1 var. Я сказал var. Вот. var. Что здесь написано? Здесь написано, что начиная с какого-то начала секции data, по-моему, это 100 тысяч, 1100 тысяч, 1000-100 тысяч, то есть 11400. Вот. Сначала пропустить 28 байтов, а потом записать слово 100. Вот. Здесь написано загрузить в регистр t0 100, здесь написано загрузить в регистр t0 адрес var. Все это мы компилируем и видим, что нигде в коде, непосредственно в коде, нигде не написано не начало секции data, 1000-10000, не конкретный адрес var, 1000-1000028. Вот. Везде вместо этого используется инструкция AUEPC, которая отмеряет адресное пространство от текущего значения программ-каунтера. Вот видите, тут слово 28. Почему? Потому что текущее значение программ-каунтера 4400, значит, смещение будет как раз FC1 и 400 в конце, потому что AUEPC сначала старшую половину загружает. Вот. А дальше добавится 28, те самые 28, потому что тут вот еще плюс 28. Вот. И абсолютно такая же история, обратите внимание, с командочкой load address. Командочка load address, она должна загрузить вот сюда, вот, в t1 вот эта самая 4000028, вот. И она это делает, ну как она это делает? Она загружает смещение, а потом добавляет туда, собственно, еще 28 минус, минус вот эти 2 минус минус 8. Вот 20 как раз. Вот. То есть, вот этот код ровно такой, вот эти вот 4, 16 байтов может встретиться в вашей программе в любом месте и при условии, что секция данных находится на том же расстоянии от этого кода, что и сейчас, будет в любом случае работать. То есть, вашу программу вида секция кода плюс секция данных можно загрузить в любое место в памяти с соблюдением вот этого расстояния. И она заработает. Если, например, ваши договоренности о том, где лежит секция кода секции данных не такие, например, вы выбрали другую модель памяти. Вот. То тогда оно работать не будет, потому что эти расстояния будут другие. Упс. Такие дела. Такой код, который можно поместить в любое место в памяти и он будет продолжать работать, называется позиционно-независимый. Что такое позиционно-зависимый код? Это код, в котором где-то в явном виде прописан конкретный адрес конкретного конкретного значит конкретной ячейки. Вот. Мы видели в одном из примеров позиционно-независимый код это когда происходит двойная косвенная адресация. Вот. Вот здесь вот. Даже несмотря на то, что у нас весь код весь код вот здесь позиционно-независимый. За счет того, что мы храним адрес одной из этих переменных прямо внутрь... Во! Вот он, собственно. Мы храним адрес некоторой переменной прямо внутри другой переменной. У нас прямо явно записано число 100001. И вот это число 100001 портит нам всю малину. Если мы перенесем весь вот этот код в другое место, мы должны будем изменить число 100001. Вот. В других архитектурах нерискфайвовских там довольно часто встречается явное указание адреса в инструкциях. То есть реально, когда вы компилируете у вас вот здесь вместо смещения виден кусок адреса. Такой код является позиционно зависимым по определению. Если прямо внутрь кода засунут кусок адреса. В рискфайве такого нет. Не следует путать позиционно независимый код и сам факт того, что у вас в процессе образуется абсолютная адреса. Разумеется, абсолютная адреса образуется. Да? Вот давайте уберем это, чтобы нам не это самое... Не смущать нас. Вот. Вот. Во всех случаях, когда мы исполняем эту программу, разумеется, в регистрах образуется абсолютная адреса. Смотрите. Вот у нас в регистре Т0 образовался абсолютный адрес 11400. Это начало секции дата. Сейчас мы обратимся к этому абсолютному адресу со смещением 28 и получим значение того, что лежит в переменной var. Да? Вот. Получили. Здесь. Сейчас у нас в регистре Т1 образовался абсолютный адрес. Это абсолютный адрес вызван смещением относительно текущего адреса на вот столько-то. На минус, минус, сколько-то вот так. Сейчас мы добавим туда еще 20, чтобы точно позиционировать. Вот он. И мы получили 11001c. Мы получили адрес переменный var абсолютный. Да? Но эти абсолютные адреса образуются только в процессе выполнения, а в самом коде они отсутствуют. Вот это и есть понятие абсолютного адреса. Что еще можно придумать для того, чтобы ваш код был позиционно независимым? Довольно часто, не знаю, насколько часто оно используется в RISC-файле, но довольно частая идея это использовать прям регистр, относительно которого все операции будут косвенной адресацией. То есть, вместо того, чтобы держать переменные переменные с метками в памяти, мы их положим в память, начало того места, где они лежат, положим в регистр, он будет называться global pointer GP, и всякий раз в коде будем выполнять относительную адресацию относительно этого регистра. Давайте попробуем это сделать. GP у нас по умолчанию равен чему-то, кстати. Такое ощущение, что он чему-то равен. Global pointer, а вообще Global pointer это сколько? Я забыл. Кажется, он по умолчанию не инциализируется. Кажется, вообще... А, вот он. Есть. 1080. 1800. 1800, если вы помните по карте памяти, которая у нас была на первой лекции, это раздел глобальных переменных как раз. Так вот, смотрите, у нас прям есть специальный раздел, относительно которого мы не глядя можем в коде адресоваться. Можем сразу написать, там, здесь написать что-то типа задать такую вот EQV. Это, скажем, смещение 16 относительно Global pointer. Или написать что-нибудь такое. Li, не Li, лодворд, ну, какой-нибудь там T3 GLB, а от чего? От GP. Вот. Вот это 40 GLB, а, это мы забегаем сегодня вперед, потому что это как раз разговор про макрос. Вот. Будет означать, давайте, давайте сначала напишем вот так. Так будет понятнее. Вот. Вот это число 16 будет означать смещение относительно Global pointer, который никогда не меняется. фактически-то 16 ячейка в области глобальных переменных. И отлично это все будет работать. Вот. Ровно так, как тут написано, обратите внимание, что оно еще и в отличие от этих инструкций, оно еще не раскладывается в длинную псевдоинструкцию. Косвенная адресация относительно фиксированного регистра это одна инструкция Assembler. Вот. Понятное дело, что запоминать все ваши глобальные переменные по их смещению относительно начало глобальной области данных это ненужный садизм, точнее, мазохизм. Поэтому вы можете воспользоваться первой темой на сегодня про макросы, а именно так называемым как я это назвал в лекции? Псевдонимом. То есть неким простейшим инструментом. Да. человек, опять же, который давным-давно с вами по тесникам Димка Димка говорит, что на самом-то деле особенно в операционных системах сложных типа Линукса конечно важно в каком порядке мы собираем объектники в бинарник. Да, вот тут еще одна еще одна значит тема из серии глобл. Это инструкция якувы. В ней тоже все ошибаются. Все хотят, чтобы она была яку от слова эквивалент. Но это типа equal values или что-то такое. Короче, буква в там значимая, она про value. И в отличие от глобал, ребята, которые делают рарс, они все еще не сдались, они все еще считают, что должно быть якувы, яку кажется не работает. Ну так вот, возвращаясь к нашему рарсу. Для того, чтобы не морочиться запоминанием смещений относительно, кстати сказать, относительно вершины стека тоже. Вот. Мы про это будем говорить, что такое локальные переменные с точки зрения ассемблера и, кстати, с точки зрения си. Вот. Вы можете написать просто так. Только не альба, а глоба. И все будет работать, потому что вместо глоба подставится 16, это такой, вот видите, 16. Вот. Это такой очень-очень-очень тупой макрос без всего. Да? Просто алиас. Вместо вот этого поставляется вот это. Вот. Очень сильно облегчает жизнь. Мы еще увидим, как это облегчает жизнь при работе со стеками. Значит, отмотаю немножко назад. Совсем чуть-чуть вскользь еще одно бла-бла про волшебные штуки, которые, опять-таки, в моем представлении должны появляться в курсе осей, но я с удивлением обнаружил ссылку на эти волшебные штуки в конвенциях по РИСК-Файву. Вот. Эти штуки называются ПЛТ и ГОД. Вот. Значит, в чем идея? Представьте себе ту самую динамическую загрузку библиотек. У вас есть бинарник, в котором нету кода, реализующего функции, ну, стандартные всякие синусы, принфы и прочую-прочую ерунду. Вы это подгружаете операционной системой в память, также подгружается в какое-то непонятное место в памяти библиотека, в которой этих функций сто пятьсот штук. Она подгружается куда-то, значит, какое место в памяти она займет, неизвестно, это зависит от того, сколько места в памяти заняла ваша библиотека, ваша программа, другие библиотеки, и так далее. Выпускайте свою программу. Программа вызывает функцию, ну, например, printf. Как она ее вообще вызовет, если эта функция printf лежит в другой библиотеке в неизвестном месте памяти? Ответ. Существует такая штука, она называется global offset table, в которую уже при старте программы заносятся найденные адреса, по которым лежат нужные вам функции. Вот в этом готе должен лежать настоящий адрес вашего printf и реальный вызов под программы всегда выглядит так. Вы сначала забираете адрес из гот, потом переходите в этот адрес, который в гот, а там уже он переходит дальше куда-то. Вот. Проблема состоит в том, что когда вы только загрузили вашу библиотеку, в ней сто пятьсот функций, никто заполнять этот global offset table не будет в вашей программе. То есть его кто-то, это целая процедура заполнить этот global offset table. Поэтому есть еще одна табличка, она называется PLT, Procedure Location Linkage Table, статическая, в которой записана специальная подпрограмма, которая ищет адрес нужной подпрограммы в библиотеке. Ну, вы ее вызываете, говорите, я хочу такую-то функцию, она ищет такую-то функцию, записывает ее в global offset table. В следующий раз, когда вы вызовете, значит, через global offset table, вы вызовете нужную функцию. Поэтому, когда вы загружаете программу, в первый раз в global offset table лежит не адреса подпрограмм найденных, а адрес той самой функции, которая будет искать адрес подпрограмму. А потом она вызовется, поменяет год на нужный, вот это все. Вот примерно так это устроено. Я с ужасом посмотрел на это описание, на этот чертов хак, вот, почитал, почитал обе, выяснил, что это именно так это и работает. Прямо, ну, ровно так. Ну что, спасибо. Да, но зато, зато это достаточно эффективно. У нас просто один лишний вызов. Там даже нету, у нас за все время пользования функциями, которые мы, с которыми мы слинковались, у нас один лишний вызов функции поиска адреса из PLT. Дальше мы просто ходим в год, а в годе написано, кого вызывать. Так что, это довольно эффективно, и вот так вот оно и принято. Но это как раз мы затронули тему, которую мы точно не будем пользоваться. В Марсе ничего такого нету, потому что там нету, в первую очередь, динамического связывания. Все это нужно именно тогда, когда мы не знаем, в каком месте в памяти лежит код. Вот. Ну что ж, про псевдонимы мы поговорили немножко. Вот здесь пример кода, когда мы пользуемся понятием смещения относительно стека, как понятием локальные переменные. Я по секрету скажу, в C именно так и устроены. В C все локальные переменные лежат прямо на стеке. То есть, те метки, которые вы пользуетесь в C, это на самом деле смещение относительно вершины стека. Теперь представьте себе, что вы что-то напортачили, вернулись из функции, там, значит, слегка, слегка неправильное значение стекпоинтера вернули, а там, вот вы вернулись из функции, а там смещение относительно вершины стека в программе написано. Представьте, во что превращается работа программы на C, если вы что-то не так сделали со стеком. Она превращается в query dump, она превращается в нерабочую. Это называется стек-смеш. Ну так вот, с точки зрения ассембера все то же самое, вот тут они наследуют друг другу. Вы можете прямо сказать, что вот у вас есть размер, на который вы увеличиваете размер стека, у вас есть место, куда вы записываете RA и S1, это по конвенции полагается делать, если вы вызываете другие подпрограммы, чтобы S1 и RA не изменились, если вы пользуетесь S1, например. Дальше вы заводите на стеке еще две переменных, локальных, которые называются я и b просто потому, что я так захотел. Дальше вы пишете код, который пользуется S1, очевидно, вы для этого его сохранили, чтобы можно было в нем что-то запасать, вызывает какие-то другие подпрограммы, рассчитывает, что S1 не изменится. И содержимым вот этих двух переменных ea и eb, то бишь вершины стека и вершины стека плюс 4. А дальше вам нужно в... это было, значит, пролог и пилог. Вы в прологе все это расписали, а в эпилоге вам нужно восстановить значение. Что вы делаете? Вы, во-первых, восстанавливаете значение S1 из того места, куда вы его сохранили, не обязательно запоминать, что это было 8 sp. r a из того места, куда вы его сохранили, не обязательно было запоминать, что это 12 sp. И возвращаете S1 в исходное значение. Зачем так? Не знаю. Я бы, на самом деле, конечно, вместо этого куда-нибудь запомнил сам S1, ну да ладно, пускай будет так. А, нет, все правильно, правильно, правильно. Вы схлопываете, вы освобождаете то место на стеке, которое вы ему завели. Все, все правильно сказали. Ну вот, как видите, если использовать какие-то содержательные обозначения для этих equal values, то программа читается лучше или хуже, в зависимости от того, ну, вам вот это удобнее читать или вот это. Вот. Если это прямо переменные, то очень-очень часто бывает полезно их назвать по-человечески, а не писать там минус 18 sp. Не минус, не 18, 20. Вот. Гораздо... Вот. Надо сказать, что псевдонимы, они же якувы, это очень простые макросы, они как-то малопригодны в чем-то, кроме как заменить одну последовательность на другую, просто текст. Вот. Да, хочу сказать, что я использую слово макрос и макросы, хотя это с точки зрения русского языка категорически неправильно, это как битлсы. Правильно, макро, единственное число, и, видимо, слово макросы во множественном числе я не знаю. Ну, короче, 20, но все, я не знаю, я не умею использовать слово макро. Я еще сдерживаю себя и использую слово мафиоза в единственном числе, а мафиози во множественном числе, но вот слово макрос, это все, я не знаю, так вышло. Видимо, меня так преподавали. Макросы и макросы. Вот. Что такое макро? Макро это кусочек кода, который вы просто вот берете и там, давайте что-нибудь напишем. Давайте прям что-нибудь напишем. Точка макро. Принт. А, нет, сначала этот самый, exit. Ну, что, что. Li, A7, 10. E-call. Енд макро. Вот у нас, значит, наша main. Так, на всякий случай, сразу пишу. Ну, не знаю, что-то такое, ноб какой-нибудь. Ноб это no operation, да, он ничего не делает. А дальше, exit. Сохраняем. Это уже будет 22. Вот. Как видите, все, 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 все очень аккуратно. Никакой код макроса никуда не прилез вообще. Да? То есть, вот эта штука при трансляции исчезает. Мы сразу начинаем трансляцию строки номер 7. И обратите также внимание на то, что добрый, добрый Rars нам даже показывает 2 и 3. Это строки в исходном файле, где были исходные строки макроса. Строка номер 2 и строка номер 3. Чтобы вы, значит, хотя бы хоть как-то разобрались в этом. Вот. Вот простейшее использование макроса. Понятно, что он ничего не делает. Он просто вызывает конец программы. Вот. Зато он всего в одну строчку укладывается. Вот. Вот эта штука называется макроопределением. А вот эта штука называется макроподстановкой. Почему макроподстановкой? Потому что вместо слова exit будет вставлено все тело макроса. Ну, это классическое, в общем, определение. Я думаю, что все это знают и без меня. Но вот. Это я на всякий случай рассказываю. Вот. Макросы в Rars могут быть параметрические. Давайте мы напишем еще макрос под названием, ну, не знаю, print out int. Здесь у нас будет строка подсказки, string. String. А здесь у нас будет, собственно, регистр, который мы хотим вывести. Что нам для этого нужно сделать? Нам нужно... Это сложно, кстати. Давайте пока напишем попроще макрос. Значит, это параметр, который будет подставляться. И мы можем написать что-то типа mv%reg, a0%reg, lia7, 1, кажется, да, и ecol. Вот. Точка макро. Дивидент макро. Вот. Ну вот. Тогда мы здесь можем написать что-то типа li t0, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Print. t0. И li, допустим, ну, не знаю, а4, 5, 6, 7. Print. А4. Во что это все превратится? Что? Ась? Out int, потому что я не print. Спасибо, да. Out int. Во что все это превращается? В общем, это превращается в вполне ожидаемую картину. Вот. Вот этот наш t0. Вот мы его перекладываем в а0. Вот мы дергаем. Я надеюсь, я не ошибся, когда посчитал первый syscall. Print. Int. Да, я не ошибся. Вот. Вот мы закладываем в а4, 5, 6, 7. Вызов макроса с параметром. Приводит к тому, что а4 переносится в а0. Дергаем. Вот. Вот вам, пожалуйста, ответ. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Да, все, 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 как предполагалось. Безо всяких пробелов. Перевод строки, разумеется, тоже. Вот. Почему я тут захотел сначала придумать более сложный формат выдачи, а потом себя ударил под руками и не стал. Давайте попробуем добавить здесь строку. Причем это будет строка, ну не знаю, ну, понятно, параметров может быть два, если бы это был регистр, в котором лежит адрес строки, никаких проблем не было. Проблема стоит в том, что если я хочу сделать так, чтобы это была строка в кавычках, я так могу сделать. То есть параметр string, в него проезжает строка в кавычках. Что для этого я должен сделать? Я должен, ну, во-первых, сказать ему data, и здесь сказать какой-то label, label, нет, как это назовем, prompt. Точка, аскиз процент стринг точка текст. Да, значит, окей, значит, здесь тогда у нас будет load address a0 data prompt li a7 сейчас давайте посмотрим, как принстринг выглядит на этих людей. Четвертое syscall dam 4 вот и тогда у нас out int будет сопровождаться first и second вот что я сделал неправильно? а, ecall не было я молодец о, только перевода строки не хватает надо еще вывести перевод строки там в конце ну, короче, вы меня поняли можно извращаться и дальше можно сделать более красивым это все можно, например, сделать вот так вот аске аске стринг аске двоеточие вот вот ну и вызвать еще перевод строки в конце да ли сейчас почему я все время закрываю help а, я помню когда это был марс а не rars help обладал короче, его нельзя было на задний план убрать а когда окошко и поэтому я привык его закрывать java такая java нам нужен print char print char это 11 окей давайте тогда ли а 0 вы слышен ли а 7 11 ecall пробуем ну вот ой ну да, конечно нам теперь двоеточие-то не нужно мы же, вы сами видите, что сделали мы сделали строчку а потом еще прибавили в конце двоеточие пробел и нолик еще поэтому вот тут вот можно написать вот так вот ну вот как видите сама по себе сама по себе баловство с макросами видите, как красиво само по себе баловство с макросами довольно веселое занятие вот за одним мелким исключением а давайте мы посмотрим во что это транслируется просто вот ради интереса наша коротенькая программа странслировалась в довольно много строк кода вот прям много вот почему? потому что каждый макрос который состоит из теперь уже раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десяти строк девяти вот здесь вот между одной строки сразу вставилось их девять и наша программа из пяти строк превратилась в программу из двадцати строк сразу вот и это еще мы из макроса макрос не вызывали потому что мы если мы в макросе вызываем макрос то сначала подставится внутренний потом получившись подставится внешний в общем будет много а можно в макросе рекурсию сделать? в RARSE нельзя то есть такой roll on loop развертывание цикла с помощью макроса вот нельзя просто потому что в RARSE как мы будем говорить в конце лекции нет условной компиляции и переменных периодов периода компиляции если бы они были можно было бы сделать в каком-то M4 можно так сделать естественно при процессоре M4 ну вот значит в результате мы получаем такую вещь что вообще-то бывают такие макро такие при процессоры макропроцессоры которые вообще никак никакого отношения не имеют к синтексе того текста который они окружают например упомянутый мною макропроцессор M4 это самый известный из живых на сегодняшний день макропроцессоров на котором на самом деле очень много кода написано и все еще пишется вот он вообще никак не зависит от того что именно он там макро определяет вы просто пишете на M4 какие-то макросы внутри текста и этот текст заменяется всем нам известный при процессор C CPP он в общем-то тоже никак не зависит от того что именно вы там на CPP да он не универсальный он рассчитан на использование в языках типа C defined вот это все но тем не менее сам по себе сишный при процессор он может быть вы можете написать команду сишного при процессора вообще в любом тексте и он вам отлично его сгенерит вот к сожалению мы с этим будем на практике сталкиваться время от времени в RARSE а точнее еще в MARSE когда в нем то есть в предыдущей инкарнации этого эмулятора который эмулирует еще MIPS в нем изначально не было никаких этих самых макросов а потом какой-то студент пришел и реализовал свои понимания макросов вот и эти его понимания макросов были довольно странненькие в частности сначала RARSE делает синтаксический разбор лексический разбор входного потока то есть определяет лексемы а только потом определяет что это макрос соответственно утверждение что макро подстановка не зависит а синтакса языка становится неверным и это значит что вы не любую последовательность ерунды можете передать макросу в качестве параметра а только какие-то конструкции являющиеся лексемами лексемами ассемблера к сожалению то есть очень причудливая штука макроссемблер в RARSE к сожалению ну ничего не поделаешь гораздо более интересный тот факт что до какой-то степени локальные метки реализованы в макроссемблер RARSE потому что смотрите у нас есть метка prompt которая по идее должна встречаться дважды в нашем коде при раскрытии вот этой макроподстановки и вот этой видите prompt вообще-то по идее если мы считаем что макрос раскрывает свое тело всякий раз когда происходит макроподстановка prompt должно дважды встретиться в нашем коде вот а как это происходит в результате давайте посмотрим о смотрите prompt m0 и prompt m1 значит наличие меток внутри тела макроса устроено таким образом что каждый раз когда все это макроподстанавливается соответствующая метка просто получает еще и порядковый номер m0 m1 m2 и так далее каждая макроподстановка заменяет метку с именем в данном случае prompt на метку с именем prompt подчерканье m0 для первого вызова m1 и так далее тем самым внутри макросов оказываются метки всегда локальные потому что это число всегда только растет вот забавным образом это удобно потому что мы можем использовать метки внутри макросов обратите также внимание на то что у нас внутри макроса есть секция дата и секция текст вот не дай бог я вот здесь напишу в конце дата ничего даже не скомпилируется почему потому что у нас ой оно скомпилировалось а как так мне это не нравится а если записать дату а он этот код записал в секцию дата видите у нас нету кода вот здесь есть ли 10 до 123 а ли а4 567 нету потому что он уехал он скомпилировался в секцию данных почему я тут сказал дата и после вот этой подстановки вот эта штука уехала в дата внезапно такие дела у нас просто окошечко не позволяет его показывать эту секцию данных но оно там есть верьте мне сейчас давайте посмотрим ну ладно не будем смотреть потому что пока да вот поэтому очень аккуратно расставляете секции дата и текст когда вы работаете с макрокомандами всегда знайте что оно должно возвращать контекст в то состояние в котором оно находилось да вот здесь написали дата вот при этом тот факт что у нас при раскрытии макроподстановки чередуются директивы дата текст дата текст это ничего страшного понятное дело что когда вы включаете дата тот код который написан начинает транслироваться в секцию данных а когда вы включаете текст в секцию кода вот и все такие дела вот давайте еще раз компилируем ну вот вот этот ли а4 567 приехал куда надо раньше он был вот там вот в секции данных вообще результатом безудержного использования макрокоманд а макрокоманд это очень удобно реально вы можете уменьшить объем кода который вы глазками смотрите не отлаживайте я соврал когда вы можете только увеличить объем кода который вы отлаживаете используя макрокоманд а вот уменьшить объем кода который вы смотрите глазками можно в разы С помощью макрокомманд сделать всякие принты, экзиты, колы, ну, короче, всякие удобные штуки, которые, значит, вот. Если вы внутри макрокомманды используете макрокомманду, происходит вложенное раскрытие макроса, то есть сначала внутренне раскрывается то, что получится, потом то, что получится, раскрывается в большом. В результате, если вы, допустим, написали 10 макрокомманд, в каждой из которых используют еще 10 макрокомманд, в каждой из которых есть по 10 инструкций, то нетрудно посчитать, сколько инструкций в результате получится для отладки. Вот здесь есть пример, в котором мы определили несколько разных принтов. Вот. И некоторые принты были определены через предыдущие принты. Да, нет. Нет. А, да, вот, видите? Вот этот принт определен через принт S. Вот. А вот этот input определен тоже через принт S. Input сначала выводит сообщеньку, а потом, вот, видите? Причем само определение выглядит красиво. Ну, давайте это просто копипастим, да? Еще уж далеко ходить. Нет, вот так. С копипастим. Заодно тут есть одна фича Rars, которая никому из нас не понадобится, но не упомянуть ее я не могу, потому что она есть. Вот. Довольно приличный код. Да? Сейчас давайте вот, чтобы было виднее. Вот. У нас есть функция принт, макрос принт, который выводит регистр целочисленный, а также перевод строки. Вот здесь можно написать бэкслэшен, кстати. Так будет хотя бы понятнее. У нас есть макрос принт S, который выводит строку, собственно, лежащую по вот данному адресу. Вот. И мы определяем макрос принт. Обратите внимание, он также называется, как вот этот. Но у него два параметра. Они один. И поэтому Rars считает, что это другой макрос с другим количеством параметров. Который состоит, собственно, из принт S строки, вот эту месседж, и принт регистр. Все. Типа так шаблоны можно реализовывать? Ну, что-то вроде, да. Да. Понятное дело, что это все низкий уровень, что на самом-то деле мы просто подстанавливаем одно в другое. Вот. Ну и до кучи, допустим, напишем еще макрос input, у которого тоже есть prompt и регистр. И он сначала выводит prompt, потом вводит регистр, и этот регистр результат ввода помещает в оно. Вот такая программка. Мы сейчас ее сохраним, скомпилируем. Это будет 23. Вот. И она даже как-то работает. Сейчас я где-то там ввод наш. Вот. Enter first number. Раз, два, три. Second number. Два, три, четыре. Вот. Result. Раз, два, три. Result 2. Раз, два, три, четыре. Красота. Смотрите. Прям вот вывод уже как будто мы решаем программу на высоковерневом языке. Более того, обратите внимание, как выглядит текст нашей программы. Это все. Это все до тех пор, пока мы не посмотрим, как выглядит код нашей программы. А код нашей программы выглядит вот так. Это все макросы, разложившиеся в последовательность инструкций. И тут их еще пара-тройка десятков. А в реальности, если вы увлечетесь красивыми макросами, которые вызывают другие красивые макросы, произойдет то, что называется макровзрыв. Главный недостаток макровзрыва, это полученный код вот этот очень тяжело отлаживать. Потому что, когда вы на него смотрели, он был лаконичный и отражал функциональность, которую вы хотели реализовать. А когда вы будете смотреть на вот это, вам придется вспоминать, что это макро, внутри которого был подставлен макро, внутри которого был подставлен макро. И все эти инструкции, это результат вот этой макроподстановки. С другой стороны, если макрос уже отлаженный, то, может быть, и не страшно, может быть, в него смотреть и не надо. Он и так сработает. Если вы работаете с библиотекой макрокоманд, то, в общем-то, хорошим тоном является сделать отдельно функцию, которая будет реализовать то, что вам нужно. И отдельный макрос по вызову этой функции. При этом сама функция низкоуровневая может быть достаточно сложной в плане того, какие параметры ей передаются, что там такое. А макрос как раз это все замазывает и вызывает функцию. Вот, например, как это можно реализовать в случае того же самого input и принта. Давайте мы это тоже скопипастим и почитаем этот код. Я бы, конечно, мог его и сам набрать, не так много, но я себе сегодня не доверяю, к сожалению. Так. Ну вот, значит, всего 44 строчки. Всего. Видите, я же говорил, программный ассемблер довольно больший обычно. 24. Вот. Давайте посмотрим, что такое макрос принт. Это в действительности вызов под программу под названием принт. Что такое под программу принт? Она реализует логику. А у нее в А0 передается месседж, собственно, адрес строки подсказки, а в один число, которым собираемся вывести. Сначала она загружает из А0, не надо трогать ничего, потому что в А0 и так уже месседж лежит. Она этот месседж выводит как строку. Вот. Затем она клонет в А0 А1, соответственно, выводит его как число, и еще выводит перевод строки. Да. Все это делает не макрос, это не является макроподстановкой. Это целая процедура, которая называется принт, которую мы вызываем, передавая ей два параметра А0 и А1. Соответствующий макрос, который будет вызывать этот принт, макро, подсказка, регистр, будет выглядеть совершенно очевидно. Мы положим адрес строки подсказки в А0 и содержимое регистра, которое мы собираемся вывести в А1, и вызовем принт. Все. Вот. И примерно так же будет работать и инпут. Макро-инпут. Процедура инпут будет выводить, тут не воспользуюсь принтом, слава богу, выводить строку подсказки и вводить некое целое число. А макро-инпут будет загружать строку подсказки в А0, выполнять инпут, который согласно конвенциям возвращает результат в А0, так полагается. Ну, и этот U-call тоже возвращает результат в А0. Перекладывать этот А0 в регистр, потому что мы считаем, что сюда нужно помещать результат. Ну, и вот это будет макрос. Вот. Обратите внимание, что я отказался от практики динамически выделять сообщения внутри макроса и делаю это. Эти сообщения у нас теперь лежат отдельно, но это совершенно не обязательно, можно делать и так, и так. Просто я хотел показать, что вот при такой компоновке размер программы будет, ну, заметно меньше. Собственно, это все. Видите? Причем вот это под программы, а вот это вызовы макросов. Вот они вот буквально в дюжину строк укладываются. А так она работает примерно так же. First number, second number, вывод. В RealLife на самом деле примерно так же все устроено, но, конечно, более сложнее, более сложно, потому что понятное дело, что макросы у вас лежат в одном месте, функции в другом месте. Это мы с вами можем сводить все в один файл и так далее. Про global main я уже говорил. Про метки мы уже тоже говорили, да? Про то, что если внутри программы встречается метка, то эта метка будет называться М1, М2. Говорю. Про чередование даты и текста я тоже говорил. Интересно, почему тут по второму кругу идет разговор в этом. 20. Ну да ладно. На самом деле, где-то здесь должна быть еще одна забавная тема, которая толкует про то, что в макрос можно передать что-то и использовать это что-то как метку. Во. Вот если вы передадите некую строку в качестве параметра и этой строкой пометите начало строчки, вот тогда у вас будет внутри макроса метка нераскрытая. И к ней не будет приписана М1 в конец. Давайте это проверим. Вот такой странный input, у которого мы имя метки прямо передаем вот внутрь этого. Ну-ка. Во. Обратите, кстати, внимание еще на то, что с точки зрения РАРСа меткой может быть... А, нет. Л1 и Л2. Метка Л1 и Л2. Видите? Вот этот Л1 и Л2, естественно, не претерпел никаких изменений. Он называется Л1 и Л2. Л2? Л3? Нет, это 12-13. А где он? А, вот. Л1 и Л2. Вот. Вот они. Да? Ну, потому что это такие строки, которыми мы тут что-то пометили. Так тоже можно. Я не знаю зачем, но вот я так сделаю. Вот. Так. Я пытаюсь понять, имеет ли смысл зачитывать кусок вот этого текста. Вот этого текста. Мы вроде бы обо всем таком поговорили. Да. Значит, в чем еще костыльность такого рода локальных меток, используемых в РАРСе? В макросэмблере РАРС. Понятное дело, что никто не застрахован от того, что вы сами где-нибудь в обычном коде напишите метку под названием Label M1, и все у вас пойдет буераком. В особенности обидно это потому, что нигде в исходном тексте никаких свидетельств от того, что имя Label M1 будет занято, нет. Это результат подстановки вместо слова Label, Label подчеркивания M и номер макровызма. Но, тем не менее, это нам обеспечивает независимость пространства имен и локальность этих меток. А вот эта тема, которую я с самого начала показал, вот почему здесь больше текста. Я с самого начала начал со сложного. Здесь просто указан макрос, в котором мы вместо метки передаем строку. Эта строка сразу помещается в качестве ASCII вот сюда, к ней приписывается. Короче, я это уже делал. Просто я начал с этого примера, он сложный. При этом обратите внимание, что функция input это все еще функция. Вот, функция print это все еще функция. А внутри макроса, например, input, проделываются только те действия, которые необходимо развернуть в процессе макропостановки. А именно, организовать в секции data сообщеньку, взятую прямо из этой строки. И теперь нам не нужно заводить эти сообщеньки отдельно, как мы это делали. Организовали сообщеньку в секции data, загрузили ее значение в A0, дернули функцию input, вернули, переложили возвращаемое значение в тот регистр, в котором мы обещали его вернуть. Вот это весь макрос. Вот эту штуку из макроса удалить нельзя, потому что кто за нас будет эту строку, которую мы прямо в тексте ассемблерном указали как строку, где-то размещать в секции data и на нее ссылаться. Вот это делает макрос. Осталось немножко бла-бла. Видимо, я сегодня раньше закончу, потому что я внезапно рассказал в середине лекции то, что хотел рассказать в конце. Осталось немножко бла-бла. Во-первых, конвенция относительно использования регистров. Понятное дело, что макрос, как штука, которая непосредственно генерирует некий код, может быть рассчитан на то, что вы прицельно меняете какой-то конкретный регистр типа S и так далее. Просто вот непосредственно. Но от макроса также ожидается, что он не будет портить те регистры, которые портить нельзя. Что он не будет портить стек, например. Что он не будет портить регистры типа S. И если так или иначе вам нужно прямо внутри макроса пользоваться регистрами типа S, например, для того, чтобы пережить какой-то вызов функции, вам придется сохранять сначала на стеке эти регистры, а потом их, значит, оттуда снимать. Теперь, значит, пятиминутка ненависти к макроссэмблеру RARS. Значит, поскольку сама трансляция RARS однопроходная, макроопределение должно идти до соответствующей макрокоманды, то есть до соответствующей макроподстановки. Сначала определение, потом подстановка. Если у вас есть вложенные макросы, сначала должно идти определение внутреннего, а потом уже определение внешнего, в котором есть определение внутреннего. Макроопределение локально в рамках одного файла. Это нормально Если вы хотите сделать Любимый вами файл с макросами Делайте ему include Кладите его в другой файл Поэтому это не так страшно Внутри макроса Нельзя определить макрос Вот Для сравнения В классических Макропроцессорах типа M4 Конечно же можно так сделать Там все программирование на этом основе Вот Да, никакого Понятно, сначала макроподеление Потом макроподстановка Нельзя написать макроподеление в конце А вставить макроподстановку в начало Про то, как метки мы уже говорили Что метка превращается В локальную с номером Или не превращается, если метка И является результатом макроподстановки Сама по себе Можно задавать несколько макров с одинаковым именем Но разным количеством параметров Нельзя задавать два макроса С одинаковым количеством параметров Но как бы разным типом Никакого типа параметров У ассемблера не существует А вообще Повторное определение макроса Просто игнорируется Даже не ошибка И главная мозговыносящая часть Макроса В том, что Сначала происходит лексический анализ И, соответственно, параметром макроса Может быть только лексически распознанная Конструкция Например, вы не можете передать Даже такую синтактически верную конструкцию Как относительную адресацию От регистра в скобочках Потому что две лексемы Они одна В общем, этому студенту Надо, конечно, Руки-то было вправить Прежде чем он реализовывал Макроса В Марсе Но никто этим не занялся Вот Еще на самом деле Макросредства Обычно не входят в стандарт То есть Вот здесь Мы про макро Ничего не знаем Они у разных ассемблеров Очень разные Такие дела Дальше идет пример Как делать большой проект Файл с программой Инклюзит файл с макросами И вызывает эти макросы В другом файле Библиотеки, так называемые Лежат под программы В которых все Символы, которые должны быть видны Отовсюду Объявлены как global Видите? Input и print Которые мы потом из макросов будем дергать Они содержатся в секции global Вот И Собственно библиотека с макросами Которые мы инклюзим Содержит только макросы И больше ничего Вот То есть Она не приводит к наращиванию кода Когда она инклюзится Кода в смысле Отдельного Компилируемого Когда она инклюзится в состав Текста Вот Это была еще не пятиминутка ненависти Вот теперь Началась пятиминутка ненависти Первая И самая идиотская бага в RARS Поскольку есть Инструкция B Бранч Псевдоинструкция В некоторых случаях нельзя использовать метку B Потому что она внезапно На уровне лексического анализа Распознается как Инструкция Предъявительно редко сне Но это факт Вот А можно А Б нельзя Никакой стандартной библиотеки Макросов и подпрограмм Которой можно было бы воспользоваться И подключить ее к Марсу Просто не существует То есть Либо мы пишем все сами Либо мы надеемся на Еколы Которые Встроенные Прямо в голову Марса Мы не можем взять Подгрузить Какой-нибудь биос Какую-нибудь библиотечку Чтобы потом Ею пользоваться Это замечание В первую очередь Относится к Людям Которых На праке В первом семестре В втором семестре Было Какой-нибудь Там не знаю Насом со страшными библиотеками Или массом со страшными библиотеками Которые заранее написаны Преданными библиотеками У нас всего ничего нет Вот Про лексемы я уже говорил Это ужасно Про то, что лексический анализ Происходит до макроподстановки Чего у нас нету В макроассемблере Рарса И это в общем Составляет реальные неудобства Нету адресной арифметики Мы вообще говоря Никак не можем На уровне компилятора На уровне ассемблера Узнать Где конец массива Например Мы не можем написать Типа А плюс 10 Нам либо приходится Ставить специальную метку В конце А И дальше их вычитать Просто уже в коде Либо еще каким-то другим образом Снаружи Предусматривать Размеры Вот этих вот Элементов Адресная арифметика Это довольно частая штука Которая Бывает Встроена В Ассемблер Ровно по этой самой причине Что если у нас все равно Все равно это можно сделать Мы все равно планируем Мы написали Хранить здесь 10 слов Очень хорошо Давайте мы Запомним это число 10 или вернее 40 Но нет Нет в афрасе нет Вот Мы не можем написать Например R R плюс 20 Или даже R плюс size Этот плюс Никто за нас не выполнит Вот Дальше больше Вообще-то В крутых ассемблерах Есть Так называемая Логика периода трансляции То есть У вас есть прям переменные Которые существуют На время компиляции А после компиляции Они исчезают И Например Условная трансляция Условные вычисления Если То-то То-сё-то Например Если определен Символ Переменные периоды Трансляции Дебаг То вот этот код Компилируется А если она не определена То он не компилируется Это все достаточно удобно При практической разработке На макроассемблер Вот Потому что Мы можем Один и тот же код Написать Один и тот же текст Написать таким образом Что он Значит Может быть Собран с дебагом И без дебага Да Вспоминаем Си С эвдефами И войнами Вот И Всевозможные периоды И вычисления Периода компиляции В смысле Переменные И вычисления Периода компиляции Могут нам вообще Заменить адресную арифметику Мы можем Не встраивать Конкретно Вот конкретно Работать с адресами А просто Считать эти адреса Такими специальными Переменными Периодной компиляции Вычислять Вот такие вот вещи В процессе компиляции А потом подставлять Вот этот дабл сайз Например В качестве размера Соответствующего массива Вот Как я уже говорил Макросы Внутри макросов Это не только Вредно Но и полезно Потому что Вы можете Генерировать Макроопределение Путем передачи параметров Другим макрокомандам Но ничего Этого в RARSE Конечно нет Вот Ну и локальные метки Это конечно Тоже большая беда Напоминаю Что просто Обычная локальная метка Это такая метка Которая внутри кода Которых внутри Одного кода Может встретиться Много одинаковых Вот не все метки Должны быть разные А может быть Много одинаковых Например Считается Что если у вас Есть метка Допустим В тексте Метка А и метка Б То все Что между меткой А и метки Б Начинается Скажем на доллар Исчезает В тот момент Когда у вас Транслятор Проходит за метку Б И после метки Б вы снова Можете писать Доллар 0 Доллар 1 Доллар 0 И так далее Вот это будут Локальные метки Или у вас Есть специальная Специальный Макрос Начать Под программу И все метки Внутри под программы Автоматически Делаются локальными И внутри другой Под программы Или другого Кода Они не видны Вариантов очень много Ни один из них Не поддерживается В RARS Вот такая вот Значит Моя жалоба На макросамблер RARS И кажется Мы как раз Ровно И подошли К концу Давайте вы мне Зададите вопросы Ежели они есть 20 Завещание От От Сокращенца Это утверждение Неверно Потому что У нас нет Ни адресной арифметики Ни Переменных Периода Компиляции Нам приходится Такие вещи Как РИ плюс 2 Или РИ плюс 10 Делать Программно А не На уровне Макросамблера Что неудобно Вопрос Зачем нам ЕКВ Если есть Макро Типа Просто Как синтактический сахар ЕКВ Он был раньше До того Как реализовали Макроопределение Вот И Если мне не изменяет память С ЕКВ Удобнее обращаться Именно потому Что Эта часть Конструкции Не помню Но он просто был Раньше На самом деле В настоящем Обсемблере Тоже есть ЕКУ Кстати Почему-то У на конце А не СВ Отдельно от макросов Я не знаю Зачем Возможно Инструмент подстановки Немножко по-другому Устроен Мы просто Четко Заменяем Одну последовательность На другую Не глядя ни на что А в случае макросов Там вот Такое Еще вопрос Так Хорошо Значит Обращаю ваше внимание На то Что домашнее задание В этот раз Будет на написание Макросов И оно будет Несколько другое По отношению К тому Что было раньше По своей фактуре Потому что Вы должны будете Написать Кусочек кода С под программами Или без них И макросами А вызывать Ваш кусочек кода Будет кто-то другой К вашей программе Будет приписан Так называемый Футер В конце В котором Будет собственно Вызывающий код То есть Фактически Домашка Выглядит вот так К вашей программе Приписывается Вот это Первая домашка Кстати Выглядит Как просто Капипаста Из лекции Это и есть Капипаста Из лекции Упрощенная К вашей К вашему Домашнему заданию Приписывается В конце Вот это И потом Это вызывается Ну тут еще будет Global main Вначале 20 Вот рекомендуется Именно так И тестировать Решение То есть Не просто Пишите макросы А потом Приписываете Вот это И вот С помощью Этого 20 Вот Здесь будет Вначале Global main Кстати Я забыл Указать Каждый раз Что 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 У вас В коде Не должно быть Global main Вот Сейчас у нас К каждому На e-judge К каждому заданию Есть по одному тесту Это изменится Я просто Тестировал Вообще Возможность Такого рода На e-judge Вот То есть Сейчас Там только По одному Тесту Будет Больше А это Кстати Нормально Что там Тесты Посмотреть Можно Все Да Конечно Это нормально Это же не Олимпиада Да Ну ладно Я просто удивилась Ну Слушайте У меня нет Задачи То есть Понимаете Как У меня даже Был один Человек Который Отчаявшись Решить Задачу Просто писал Такой Код Который Выдает Все Нужные Тесты Вот Понятное Он раскрывался Он даже признался Что он так сделал Вот У нас с вами Нет задачи Угадать Чего я хотел На самом деле Люди все равно Жалуются Что такая задача Обычно возникает Угадать Что я хотел Потому что у меня Формулировки странные И так далее Поэтому если Вы можете угадать Что я хотел Глядя на тесты Смотрите на него Вот Окей Значит Если нет вопросов В следующий раз У нас тема сложная Там будет много Бла-бла Говорильни Это тема Про Я так думаю Про Фреймы Про кадр вызова функций Да Вот Там будет много Говорильни Много кода Я очень надеюсь Что помимо Говорильни Мы о чем-нибудь Поговорим Таком Вот Ну это будет Следующий раз Хорошо Если нет вопросов То тогда Наверное Всем спасибо С вами Мы встретимся Через неделю Вот До новых встреч В эфире Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...